Гомельский Державный Университет и Московский Институт Электронной Техники створили совместную инфраструктуру. Физики Гомельского Держа Университета вынашли уникальный наноматериал для электроники. Это только некоторые опошенные новинные сайты установим. Сегодня университет не только в учебный, а и буйный науковый центр с распросовками международного узровнив. В створенном при ГДУ науково-доследчем физико-химичном институте некоторые начинали с плазменного синтеза покрытия металличных выработок. Зараз совместно с китайскими партнерами ведутся доследование в уголении антибактериального покрытия, которое наносится на медицинские имплантанты. Антибактериальное вещество, возможно, может поступать непрерывно в зону контакта и таким образом обеспечивать условия для исключения разного рода инфекции очень длительное время. Сирот головных задач с усветного дня – повышение узровня информованности населения в обмакшимыстях науки. У Гомелец в этой нагоде провели День открытых дверей, куда запросили в ученых разных поколений представников громадских организаций и научальных установ. Прогресс в навыке ведет прогрессу громадства в целом и каждого человека в приватности. И это усветный девиз сегодняшнего мероприемства. На жаль, только реализовать на практице все актуальные распроцовки отрываются не завсёдым. Макет техника на магнитные подвесы еще на початку 80-х годов, минулого 100 года, его распроцовывали в ученые Белорусского института инженеров чугунного транспорта на международных линиях, и он мог развивать ходкость до 500 км в годину. Нажавь у практичную распроцовку, сагник так и не трапил. Об необходимых симптомах до практичного укоронения науковых распроцовок сегодня казали неодноразовым. В рейсах это не только показчик готовности очейных предприемств до сопротивления с институтами, а не из-за рог конкурентосдольности очейной продукции на внешних рынках. Большинство предприятий Белоруссии, да и Гомельщины, успешно выходят на мировые рынки. Но этого сегодня уже недостаточно. Нужна инновационная продукция, нужно обновление. Каждый год минимум на четверть. За 4 года должна смениться полностью номенклатура выпускаемой продукции, иначе на рынке не удержишься. А для того, чтобы это происходило, нужно опираться на передовые научные достижения, дружить с наукой. В этом году Институт механики металлопольмерных систем Национальной академии наук и Институт энергетики Академии наук китайской правительства Шаньдун открыли суместную лабораторию. Распросовки этой установы зараз у вогли широко выкористовываются как за межами краины, у тем леков космической сферы, так и на белорусских предприемствах. При том, что гомельские полимеры часто лепш импортных аналогов как по якости, так и по цене. Это то и выпадок, когда наука не просто ставит ориентиры перед реальным сектором, а и допомогает их досягнуть. Дело в том, что мы идем несколько впереди, чем промышленники, и в какой-то мере мы диктуем им, что будет завтра, и какие необходимые материалы, и какие материалы будут использованы. Ну а когда материал появляется новый, с уникальными свойствами, естественно, заинтересованы в нем все.